Новый год Новые новогодние игрушки, серебряная мишура и гирлянда Все эти праздничные атрибуты давно стали для нас привычкой И мало кто задумывался, какова история новогодней игрушки И почему появилась традиция устанавливать и украшать праздничное дерево Существует много легенд о том, почему вечно зеленое дерево стало обязательным атрибутом всеми любимого зимнего праздника И сегодня в нашей новогодней программе мы расскажем об этом Пойдемте, ребята! Современная тенденция украшать новогоднюю елку Различными предметами напрямую связывается с религиозными традициями История новогодней игрушки и украшения вечно зеленого дерева имеет давние истоки Еще до возникновения христианства Зародилась традиция на территории современной Европы Германские языческие племена свято верили в существование злых духов Особенную силу эти сущности приобретали холодными зимними вечерами И для того, чтобы задобрить духов, германцы ходили в лес наряжать ели На которых якобы жили злые силы Дорогие гости, хоть раз кто-нибудь из вас, хоть раз в жизни Заходил дома в шкаф? Нет Благодарю за честность Ну, а остальных, кто еще не осознался, мы сейчас поставим в угол и на обратном пути заберем Ну что ж, дорогие гости, в шкаф! Елочная игрушка по легенде возникла еще в 16 веке Но в 19 веке это время появления рождественских игрушек во всей Европе и в Европейской России Добро пожаловать в волшебную серебрельную! Вот это да! Я только что видел настоящее волшебство! Как у вас получилось из стекляшки надуть практически как мыльный пузырь новогодний шарик? Друг мой, этому надо долго и долго учиться Опыт у меня с 79-го года И делал я в своей жизни далеко не такие простые вещи От чего зависит диаметр шара и насколько большим он может быть? Диаметр шара зависит от заготовки и от мощности горелки и от мастерства Насколько ты массу стекла сможешь раскрутить и удержать Чтобы она у тебя не свисла, а постоянно ее держать в ровном положении И еще сила легких должна быть Потому что шар, как вам уже говорили, выдувается на одном дыхании Если легкие и слабые, то маленький шарик Потому что воздуха нету А если большие и легкие, то шар получится большой История новогодней игрушки в России появилась еще с 1700-го года Когда великий реформатор и первопроходец Петр I завез в Европу обычае украшать елку В каждом доме или во дворе в зимний период теперь должно было стоять хвойное дерево По большим улицам, у нарочитых домов, перед воротами поставить некоторых украшений от древ и ветвей Сосновых, еловых и можжевеловых Так гласил указ, подписанный рукой первого всероссийского императора Постепенно традиция прижилась История новогодней игрушки в России получила уже свое собственное развитие Еще даже в начале 1800-х годов использовались в качестве украшений орехи, фрукты, конфеты и даже печенья Впервые изготовлены стеклянные игрушки начали в небольшом немецком городе Лауша В 1848 году был изготовлен первый стеклянный шар Прототип современной елочной игрушки А впоследствии в 1867 году в Лауша открылся современный для того времени газовый завод При помощи газа, стеклодувы смогли выдавать шары с более тонкими и хрупкими стенками В нашей стране праздничные украшения начали изготавливаться в промышленном масштабе Только во время Первой мировой войны Часто мастера обращаются именно к стеклу ручной работы Для того, чтобы как можно более блестящий был шарик, как можно тоньше он был И тогда рисунок будет смотреться абсолютно по-другому Так Я его спиринаю Вот И теперь самое интересное Я разрешу одним пальчиком прикоснуться вам к этому волшебству Куда? Нет, нет, он уже остывает, не беспокойтесь Делают игрушки небольшими партиями, как вы понимаете, в день Очень мало может мастер сделать игрушек Расписать от одной, двух, трех, ну максимум пять игрушек И все равно, даже если это партия, ни одна игрушка на вторую, похоже, не будет Все равно они немножко чем-то будут отличаться И каждая будет зависеть от настроения мастера Ну, некоторые мастера работают с предварительным рисунком Некоторые работают с предварительным шариком Который утверждается А некоторые создают единичные работы И, как вы понимаете, такая работа, как вот здесь в витрине, например Она требует очень много времени Мода на новогодние игрушки началась в 19 веке при императрице Александре Федоровне Именно с ее именем связана история возникновения елочной игрушки в нашей стране Ничто не могло создать такую праздничную атмосферу, как пушистая елка, украшенная разноцветными шарами Первое советское новогоднее торжество состоялось в 1937 году в Доме Союзов Однако в 1930-м, начале 40-х годов промышленное производство развивалось И даже в тяжелые годы Второй мировой войны не останавливалось Клинская фабрика елочка выпустила первые шары, которые впоследствии можно было встретить практически в каждом доме История новогодней игрушки для детей в советский период развивалась очень активно В это время выпускалось множество украшений в виде героев сказок Коньки-горбунки, красные шапочки, невиданные зверушки и теремки украшали новогоднюю елку практически в каждом советском доме После распада СССР история новогодней игрушки получила новый виток своего развития Импортные товары стали вытеснять отечественные изделия В начале 2000-х годов приходит мода на минимализм Теперь все чаще на новогодних елках можно было увидеть шарики зарубежного производства Всю большую популярность приобретает традиция преподносить дорогие елочные украшения в качестве подарка на Новый год Они выглядят очень утонченно и изящно и подойдут не только для украшения новогодней елки, но и в качестве праздничного декора Новогодние шары, в каждом из них свое желание Ждем от судьбы ее дары Здоровья, счастья, процветания А с вами была детская студия Планета ТВ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok